Благовестие Израилю и всему миру Баруха Шам, возлюбленные, благословенно имя Господа. Сегодня нас ожидает очень важный выпуск программы «Узнавая еврейского Иисуса». Синтия, сегодня мы закончим говорить об осенних праздниках и обсудим последний осенний праздник, Кущи, или, как мы говорим на иврите, Суккот. Это слово означает «шалаши», в которых евреи жили 40 лет. Я в восторге. Йом-Кипур — это очень серьезный праздник. Он указывает на наши грехи и на необходимость Спасителя. А потом наступает праздник Кущи. Это праздник радости и торжества из-за всех Божьих благословений, праздник всех плодов, которые Он нам подарил. А главное — того, что Он поселился среди нас. Иешуа, мы просим, приди в сегодняшнюю программу к нам и поселись с нами. Живи с нами всегда. Мы просим об этом колено преклоненно. Сегодня мы продолжаем серию о Господних осенних праздниках. Если вы не видели предыдущие выпуски, то я рекомендую вам посмотреть их. Это последний четвертый выпуск этой серии. Мы начали с Рошашаны, праздника труп. Когда шафар звучит, он провозглашает, что нам нужно пробудиться, потому что нас ждет суд. Рошашаны готовят нас к следующему празднику под названием Йом-Кипур. Согласно еврейской традиции, именно на Йом-Кипур Господь принимает решение о том, что будет происходить в жизни каждого человека в следующем году на основании их отношений с ним. Шафар, который звучит на Рошашану, также называют Йом-Церуха. Праздник труп отмечается в первый день седьмого месяца еврейского календаря. Он называется Тишрей. Когда шафар звучит в первый день Тишрея, еврейский народ понимает, что через десять дней произойдет Йом-Кипур. Они проходят через период глубокого покаяния, чтобы подготовиться к Йом-Кипуру, чтобы, когда Господь будет принимать решения по их жизни, Он был к ним благосклонен. Как верующие, мы знаем, что наша судьба уже решена благодаря крови Иешуа. Но нам все равно нужно пробудиться и осознать, что Иисус возвращается, и Он воздаст каждому человеку по делам. То есть это время, когда мы, верующие в Иешуа, слышим этот звук. Даже если вы не слышите звук настоящего шафара, поймите, что наступит день, когда шафар зазвучит с небес, когда Иисус вернется на землю. И нам нужно быть готовыми, потому что Он воздаст всем по делам. Поэтому вам нужно уделить время тому, чтобы обследовать свою жизнь и убрать все то, с чем нужно разобраться или изменить. Возможно, у вас неправильное отношение, или вы циничны, или слишком критичны, и это время в году как раз для покаяния. Нам нужно посмотреть на себя, потому что Писание говорит, если мы будем проверять себя, то Господу не нужно будет разбираться с нами. Итак, на Рошашану звучит шафар. Он провозглашает приближение Йом-Кипура. И нам нужно проверять себя. А на прошлой неделе мы говорили о Йом-Кипуре, Дне Искупления, и о том, что кровь животных в Ветхом Завете была прообразом смерти Иисуса на кресте. Христос — это воплощение совершенства. Он — Бог, облегшийся в человеческую природу. Божий Дух в человеческом теле. Когда Он пролил Свою кровь на кресте, когда они пронзили Его копьем, и потекла кровь? Кровь Иешуа безгранично совершенна. Его кровь покрывает и ваш грех раз и навсегда, в прошлом, настоящем и будущем. В Послании к евреям сказано, что больше нет нужды в жертвоприношении животных. Мы больше никогда не будем в этом нуждаться. На прошлой неделе мы говорили о Йом-Кипуре, а сегодня мы переходим к последнему празднику из книги Левит, 23 главы. Речь пойдет о Суккоте, или о празднике Кущей. Я хочу показать вам связь между этими праздниками. Итак, шафар звучит на Йом-Теруа, или Роша-Шану. Он призывает нас проснуться и приготовиться к суду. Затем наступает Йом-Кипур. На Йом-Кипур у нас очень серьезное время. В детстве, когда я ходил в синагогу на Йом-Кипур, там была невероятная тишина. Все были очень серьезными. Йом-Кипур — это осознание, что человек имеет проблемы с грехом, и поэтому нам нужно смиренно прийти к нашему Творцу. А еще на Йом-Кипур мы осознаем, что Бог по Своей любви и милости предоставил средства от наших грехов. Это кровь. В Ветхом Завите это была кровь невинных животных. Но это лишь прообраз совершенной крови Иисуса. И когда на Йом-Кипур мы осознаем, что наши грехи прощены, мы можем перейти к следующему и последнему празднику — Суккот или Кущи. Мы делаем это с благодарением. Повторю это еще раз, чтобы вы все поняли. На Роша-Шану звучит труба, и мы осознаем, что нам нужно покаяться. На Йом-Кипур мы приходим в синагогу. Конечно же, я рассказываю о своем детстве. На Йом-Кипур мы приходили в синагогу очень серьезными, потому что понимали, что мы грешим, и нам нужно прощение. Поэтому мы приходили в синагогу со смиренным духом. А после Йом-Кипура мы можем ожидать праздника Кущи, праздника радости. Мы прошли процесс покаяния, и теперь знаем, что наши грехи прощены. Йом-Кипур был полностью исполнен в Иисусе. И теперь, когда мы знаем, что наши грехи прощены, благодаря крови Иешуа, мы можем радоваться на праздник Кущи. Кущи — это праздник благодарения и радости. А еще он называется Суккот. В книге Левит 23 главе очень хорошо описан этот праздник. Тут говорится о 15-й день 7-го месяца. Вы должны кое-что понять и запомнить. Всем это святое число. В течение этого 7-го месяца есть три святых дня в еврейском календаре. Все эти числа святы. И семь, и три — святые числа. Например, в книге Откровения говорится о трех духах перед троном Господа. Семь дней недели. Семь — это число полноты. Число три — тоже святое. Отец, сын и дух святой. В храме был внешний двор, святое и святое святых. А еще, если мы вспомним, Авраам, Исаак, Иаков, Бог приходил в трех лицах к Аврааму. Вы помните? Пришло три вестника. Суккот проходит в седьмой месяц. Семь — это святое число. А в этом седьмом месяце — три святых дня. Все, что нам нужно, так это пробудиться и осознать, что Иисус уже скоро возвращается, и Он воздаст каждому человеку по делам. То есть это особенное время, когда мы, верующие в Иешуа, слышим этот звук, и тогда мы знаем, что небеса приближаются к нам. Иисус скоро вернется к нам на землю. Иисус сказал Своим ученикам, «Я даю вам власть над злыми духами». И мы видим это повсюду. Приведите эту женщину сюда. Во имя Иисуса, Сатана, я приказываю тебе уйти. Откройте глаза и посмотрите на меня. Сатана, ты лжец. Я приказываю тебе уйти. Я приказываю всем демонам уйти. Во имя Иисуса, откройте глаза. Бог любит вас. Аминь. Он не проповедовал о демонах, а просто служил. Иногда он просто чувствует дух, и демоны начинают проявляться. Я думаю, что это сила божественного пребывания. Сила Божия сходит с небес, и поэтому мы видим все эти демонические проявления. Они не могут устоять, поэтому начинают проявляться. Они трясутся. Им приходится убегать, и они убегают. Любовь Иисуса так сильна, его красота так могущественна, его мир такой большой, что как только эти демоны попадают в пребывание Иисуса, они вынуждены уходить. Вот как все это просто. Это конфронтация между злыми духами и духом Иисуса. Они не могут конкурировать с миром Божиим. Возможно, Господь ведет вас помочь Равину Керту Шнайдеру во всем мире. Это учение, пастырство и евангелизм множество людей в Африке, Южной Америке, на Карибских островах и в других местах. И проповедь и служение Божьему избранному народу в динамичном телевизионном служении. Программа «Еврейский Иисус» достигает людей по всему миру. С вашей поддержкой Равин сможет нести истину Слова Божьего людям, которые в другом случае могут никогда ее не услышать. Заходите на наш сайт или звоните по номеру, указанному на экране, чтобы подтвердить свое участие и помочь Равину. Сейчас мы продолжим читать, но еще хочу сказать, что Иисус отмечал праздник Кущий, но еще и исполнил этот праздник. В книге Захарии написано, что во время Тысячелетнего Царства весь Божий народ будет отмечать праздник Кущий. Праздник Кущий — это единственный праздник, который будет отмечаться во время Тысячелетнего Царства. Первыми этот праздник начали отмечать израилетяне. Мы сейчас прочитаем с вами об этом. В Евангелии от Иоанна 7 главе сказано, что Иисус тоже отмечал праздник Кущий. Он отмечал его в храме. Именно во время этого праздника он сказал, что у верующего в него из живота потекут реки воды живой. И он сам стал исполнением этих слов. Но будет еще будущее исполнение праздника Кущий. Захария говорит нам об этом через Духа Божьего. Он говорит, что в то время, когда Иешуа будет царствовать на земле, все люди Божии придут в Израиль, чтобы поклониться царю во время праздника Суккот. После этого вступления, теперь я предлагаю вам, наконец, перейти к 39 стиху. В 39 стихе говорится о том, что называется «Лулов». «Лулов» — это обилие красивых ветвей, о которых мы читали в 40 стихе. А в 15-й день седьмого месяца, когда вы собираете произведения с земли, празднуйте праздник Господень семь дней. В первый день покой и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые, ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней. «Ветви лиственных деревьев и цитрус». Мы берем все это вместе и сотрясаем перед Господом. Это называется «Лулов». Это символ Божьей красоты и обеспечения. Когда мы машем «Луловом» во всех четырех направлениях, то таким образом мы показываем, что все доброе в нашей жизни, вся красота и изобилие пришли к нам как дар нашего Творца. Мы будто бы говорим «Спасибо тебе, наш Бог». Все хорошее, что есть в моей жизни, пришло от тебя. Получается, что это праздник благодарения. И Господь конкретно говорит, что именно мы должны делать во время этого праздника. В 39 стихе сказано, что мы должны отмечать праздник Господа. В Торе мы читаем, что Бог навел суд на Израиле за то, что они не были благодарными и не радовались перед Ним. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что не быть благодарным Богу за все Его блага? Это очень серьезный грех. Если мы не благодарим Бога за Его благо, это очень серьезный недостаток в наших сердцах. У нас нет благодарности. Если мы не показываем Богу, что ценим Его за всю Его благость и добрые дела, то Он может не только забрать все эти блага, но принести ситуации, вызывающие боль, чтобы научить нас быть благодарными. Если вы запомните из этой проповеди только это, то этого больше, чем достаточно. Господь говорит, а в 15-й день седьмого месяца, когда вы собираете произведение земли, тогда празднуйте. В следующем стихе Господь говорит нам собрать красивые ветви и цитрус, похожие на лимон, и махать ими перед Господом, тем самым благодаря Его за все блага в нашей жизни. Господь говорит нам, празднуйте, будьте мне благодарны. Он говорит это не один раз. Как я уже говорил, Израиль был осужден за то, что они не были благодарными. А как насчет вашего здоровья? Вы сейчас здоровы? Тогда откройте свои уста и поблагодарите Бога. Если вашего здоровья не будет, то вы почувствуете ужасную боль и осознаете, что здоровье — это ценный дар. Возможно, вы сейчас нездоровы, но есть и другие вещи, за которые можно быть благодарными. За детей, мужа, жену, крышу над головой и любовь Божию к вам. Иногда люди спрашивают меня, как я поживаю. Я отвечаю им, лучше, чем я этого заслуживаю. Это можно сказать о каждом из нас. Разве мы не живем лучше, чем заслуживаем? Правда в том, что даже наша жизнь — это дар. Наша жизнь — это подарок. Бог не должен был нас создавать. Мы здесь потому, что Бог создал нас, и это дар. Даже если сейчас вам больно, то вы все равно каждый день можете выбирать Бога, веру и победу. Если у вас сейчас некие трудности, то знайте, что вечером может быть печаль, но утром приходит радость. Подумайте, пожалуйста, об апостолах. Одного сварили в масле, другого повесили вниз головой, их мучили и убивали. Их жизнь не была простой. Но, несмотря на все это, они сохранили веру в Бога. Они были благодарными, и за это были вознаграждены величием. Помните, что Бог любит вас. Поэтому, пожалуйста, будьте благодарными. Далее, в 42 стихе говорится вот что. «В кущах живите семь дней. Всякий туземец, израильтянин, должен жить в кущах. На иврите кущи или шалаши — это суккот. Они сделаны из веток с листьями и других природных материалов. Израильтяне живут в этих деревянных конструкциях во время праздника суккот. И это напоминает им о времени, когда они были в пустыне. Там у них не было ничего, кроме Бога. У них не было домов из кирпичей, у них не было страховки, у них не было 40-часовой рабочей недели, у них не было ничего, кроме Бога. Бог обеспечивал их целых 40 лет. Бог велел им каждый год жить в этих шалашах, чтобы напомнить им, что все, что нам на самом деле нужно — это Бог. И если вы поставите Бога на первое место в жизни, то все остальное приложится. Поймите, даже если вы потеряете все, у вас все равно будет достаточно, и вы все равно будете в порядке, потому что Бог с нами. И Он покроет все наши нужды по Своему богатству через Иешуа Хамашиаха. Праздник Кущей — это праздник радости и благодарения. И Он напоминает нам о том, что все, что нам на самом деле нужно, это Бог. Его всегда будет достаточно. Иисус сказал, «Я всегда с вами, даже до скончания века». Если вы здоровы, опуститесь на колени и начните благодарить своего Творца. Благодарите Его за жизнь и возможность жить и любить, а также за обещания небес. С вами сегодня, как и всегда, был Равин Шнайдер. Бог очень сильно любит вас. Божиих благословений и шалом. Он — все, что вам нужно. Вам не нужно больше ничего. Вам нужно понять, что Он — наше все. И нам не нужно больше ничего. В моей жизни было время, когда я занимался бизнесом. Я думал, что завишу от людей. Но затем я отпраздновал Суккот, праздник кущий. Я сидел в нашем шалаше на заднем дворе и думал, насколько я завишу от других людей в развитии моего бизнеса. И тогда Дух Святой проговорил ко мне. Это была божественная интуиция. Я не слышал голос, но почувствовал, как Дух Святой сказал мне, «Тебе не нужны все эти люди. Тебе не нужно полагаться на них. Просто положись на меня». Меня это освободило. И после этого праздника я почувствовал удивительный, великолепный, божественный мир. Я больше никогда не полагался на людей. Я понял, что не могу на них полагаться. Я положился на Господа, и это принесло мне огромную свободу. Чистая правда. Мы не можем положиться ни на что и ни на кого в этом мире. Все подведет нас. В последнее время Господь начал показывать мне, что Бог — наш родитель. Ему приходится нас перевоспитывать. У некоторых из нас хорошие родители, но ни у кого нет идеальных родителей. Родителей, в которых нет страха или гнева. Ничего, кроме безусловной любви и совершенного мира. А вот у меня есть такой родитель. Он говорит со мной и ходит со мной повсюду. Он помогает мне понять, какой же он на самом деле. Он поселился во мне, чтобы перевоспитывать меня, чтобы я могла ходить в полном покое от того, что все мои нужды покрыты. И у него есть план для меня, который он открывает мне через своего Святого Духа. Теперь я ничего не боюсь. Я раньше тоже очень часто зависела от людей, а сейчас я от них не завешу. Аминь. Книга Откровения заканчивается словами о том, что мир стал Царством Божиим. И теперь Бог поселился среди людей. Вот о чем говорила ты, и вот почему праздник Кущий приносит такую свободу. Только послушайте меня. Нам нужно осознать, что у нас есть Бог, и Он покроет все наши нужды по Своему богатству. В славе Христом Иисусом. Также еще раз хочу сделать акцент на том, чтобы вы благодарили Бога за то, что вы уже имеете. Праздник Кущий говорит о том, чтобы мы доверили Ему свое будущее, но также радовались и были благодарны за все, что Он уже сделал и будет делать в нашей жизни в будущем. Мы находимся в особенном сезоне. Возлюбленные, знаете, что данный сезон — это сезон тшувы, то есть покаяния. Истина в том, что часть верующих не хранят чистоты ради Господа. То же и скажу об их деньгах. Вы верите в Бога, но не доверяете Ему до такой степени, чтобы чтить с Его финансами. В Писании есть правило. Мы должны отдавать Господу не меньше 10% всех наших доходов, будь то еженедельные или ежемесячные даяния. Десятая часть ваших денег принадлежит Господу. Скажется, пытаешься мной манипулировать и в кошелек залезть? Я не манипулятор. Правда в том, что в данный сезон покаяния я прошу вас навести порядок в сердце ради Отца в области денег, если там нет порядка. Ведь если мы не отдадим деньги под начало Бога, то это верный знак, что наше сердце бунтует против Него. Хочу, чтобы вы были благословлены. Но важнее то, что этого желает наш Небесный Отец. Наведите порядок в области денег, и тогда все встанет на свои места. Шалом вам, возлюбленные! Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои праздничные пожертвования по адресу, которые вы видите на экране. Для пожертвований кредитной карты позвоните по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС со словом «РАБИ» на номер 4537. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Благодаря вашему дару Израиль и мир спасутся, исцелятся и получат освобождение через телевидение, интернет и массовые богослужения. И напоследок многие были верны Господу через свои даяния. Кто желает пожертвовать финансы и имущество служению еврейский Иисус, зайдите на сайт, адрес которого на экране. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог Отец сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге числа 6 глава 22 стих Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok «Веясем леха шалом» Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит тебя и соблюдет. Пусть осветит тебя сиянием лика своего и явит милосердие. Пусть Отец Владыка Твой возрит на тебя светлым взором своим, и пусть снова и снова любимому чаду дарует мир. Будьте с нами. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Наши молитвенники готовы ходатайствовать о вас. Отправьте нам молитвенную просьбу, посетив наш сайт, или пишите по адресу, который на экране. Наши служители поднимают в молитве все просьбы Господу и просят, чтобы Бог ответил на них. Если Бог ответил вам или послужил через наше служение, отправьте нам свое свидетельство. Мы порадуемся вместе с вами. Ваша история ободрит других людей. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства. Дорогие мои, если вы никогда не приглашали Иисуса стать вашим Господом и Спасителем и чувствуете побуждение к этому, знайте, это Дух Божий вас зовет. Заходите на мой сайт. Бог любит вас. В эти осенние праздники Бог напоминает, что возвращение Иисуса наступит скоро. Присоединяйтесь к нам через неделю, и вы найдете секреты верной Господу жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова